итак упражнение будет делаться таким образом вы можете сесть так как я можете сесть на стул можете сесть как йог который скрестил ноги то есть можно со скрещенными ногами или по-турецки вот суть упражнения такова вам нужно будет переключиться на энергетику но вот так просто очень сложно это сделать я вам сейчас объясню как она течет и где нужно будет держать внимание как делать изначально нужно будет понять и представить что у нас есть центральный канал вот макушка и есть . в области копчика и вот представьте что от макушки до копчика идет такая энергетическая труба и наша задача раскачать энергию по этому каналу многих людей тот канал просто перекрыт и поэтому нет энергетики на этом канале также есть еще и семь базовых чакр энергетические наши узлы очень важные вот наша задача раскачать и усилить в себе энергетику дальше вот эта труба и еще можно это поделить на три части вот этот канал нижняя часть нижний дань тянь средняя часть средней дантянь и верхний дантянь, ну верхняя часть. Мы будем работать сфокусировано с каждым из этих дантянь, с каждой из этой области и будем заходить уже через энергию, через ощущения, благодаря практике дыхания. Смотрите, что нужно будет сделать. Нужно будет представить этот канал и начать дышать таким образом. Обратите внимание, я дублирую движение энергии по каналу. Смотрите, тут внимание. Энергия, когда поднимается вверх, это вдох. Когда выдох, вниз энергия идет. И поехали. Вдох, вверх, вниз, выдох. Задача такова, что нужно будет сделать 48 дыханий. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, ну тире 48. То есть вы так раскачиваете энергетику до 48 дыхания, потом просто делаете спокойное, расслабленное тело, да, оставляете его и начинаете дышать спокойно, медленно и носом. Это первый случай, первый вариант. Второй вариант для того, чтобы усилить эффект, нужно будет энергию загнать вниз. То есть, смотрите, первый вариант вы просто после 48 дыханий таких и раскачки энергетики дышите носом. Это light версия. А второй вариант усиленная версия и включение нижнего тайника энергии. То есть вы делаете 48 дыханий и потом после 48 вы делаете задержку вдох вверх и задержку на вдохе и внимание и руками спускаете вниз энергию и удерживаете ее в области половой сферы. То есть, вы держите задержку и удерживаете, фокусируете вниманием свою энергетику в области половой сферы. Это делать нужно будет, то есть задержку делать нужно будет максимально, сколько можете продержаться. Это может быть минута, полторы, две минуты. У кого сколько? Хороший критерий того, что у вас включился нижний дантянь, нижний энергетический центр, это тепло по ногам, тепло в области таза, в половой сфере. И, ну, то есть, ну, как говорят бабочки в животе. Это говорит о том, что у вас запустилась энергетика нижнего центра и дальше просто начинайте дышать носом и чувствуете вот эту энергию. То есть, задача этот тайник энергии пробудить, включить. То есть, это первое занятие, то есть, это первое задание на сегодняшний день. Если вы не чувствуете этого эффекта пробуждения энергии снизу, то умножьте на 2, 48 умножьте на 2. То есть, либо два раза повторите. То есть, делайте один раз, энергию вниз пустите на задержке, потом сделайте второй раз, энергию вниз пустите, на второй раз точно пробьет. Вот это сегодня первое задание. Пока сделайте его и обязательно напишите комментарий, как у вас получилось. Все, друзья, до завтра. Увидимся уже на следующем занятии. И сегодня будет вторая практика. Это пробуждение тайника энергии, в котором у нас аккумулируется волевой потенциал. Пока некоторые люди отдыхают в Таиланде, либо на каких-то теплых местах заморских, мы будем практиковать дыхание. Сегодня суть задания достаточно простая. Такая же, то же самое делаем, что и вчера. Делаем, представляем трубу, наш центральный канал. Делаем 48 дыхательных упражнений. Руками раскачиваем энергетику. Поток идет вверх на вдохе, поток идет вниз на выдохе. И как только вы сделали 48 дыхание, вы делаете вдох, набрали, закрыли головой горловой центр и вниманием сюда аккумулируете энергию. То есть можно дублировать руками. То есть вот я ее саккумулировал и держу задержку до упора. То есть нужно максимум сделать задержку в идеале, чтобы вы почувствовали эффект, когда у вас тепло или энергетика, ну теплое ощущение здесь начинает разливаться по телу. Это достаточно важный наш энергетический центр, потому что он влияет на все наши решения, на решительность и на такие твердые качества характера. И особенно это подойдет людям, у которых какие-то проблемы с бизнесом, у которых нужно решать какие-то дела, нужно в социуме сдвигать какие-то моменты, которые не сдвигаются. То есть где-то что-то стопориться в процессе, в социальных каких-то сферах, какие-то стопора и тормоза. Вот эта энергетика, она позволяет пробить это все и сдвинуть. Если вам недостаточно, делайте второй раз то же самое. То есть задача запустить вот именно средний дантянь, вот этот центр воли. А запуск вот этой энергетики, он по ощущениям, это как тепло, которое разливается по телу. Потом можете просто сделать медитацию, послушать себя, свои ощущения. Если вы сделали вчера все правильно, сделайте сегодня, то у вас будет уже включено два тайника энергии, два источника энергии, вы почувствуете уже эффект. Опять же, для особо бронированных людей, если вы не чувствуете, то можете сделать повторы. То есть можно сделать один раз, второй раз и это уже будет мега порция, большая доза, это уже третий раз. Все друзья, увидимся завтра. Завтра мы будем качать третий тайник энергии. Сегодня мы будем работать с интуицией, очищать наше сознание от левых установок, шаблонов, и запускать уже верхний дантянь. Это третий наш энергетический центр или тайник энергии. Сегодня будет то же самое. У нас принцип один. Наша задача раскачать энергетику по центральному каналу, почувствовать это, ход движения энергии. Это можно делать руками, дублировать. И это мы делаем на дыхание, потому что дыхание это наш усилитель, это ускоритель и это то, что позволяет нам почувствовать собственно нашу энергию. Нашу энергию в теле, либо в каких-то местах. Делаем то же самое. Все предельно просто. Главное делать. Мы начинаем дышать тоже 48 раз, 48 дыханий. То есть мы раскачиваем центральный канал и после 48 дыхания вы делаете вдох. Закрываем верхнюю область горля, задержка на вдохе и руками энергию фокусируем в области головы. Держим задержку. Итак, ощущения и критерий того, что у вас пошел жар в голове и когда лучше закрыть глаза. Когда вы смотрите в темноту, у вас могут быть какие-то фиолетовые пятна, либо там зеленые пятна и так далее. Это просто как критерий. Не нужно придавать образом этим значения. Она так работает, что где вы фокусируете свое внимание, и вот тем более мы поднимаем энергетику, потому что мы руками ее раскачали, она идет дальше за руками. И когда вы делаете вдох, задержку, то энергия под давлением идет вот в эту область, вот в третий донтянь. И соответственно происходит очистка сознания. Опять же критерии это тепло в голове, ну вам жарко стало, ну может быть испарина появится, вот как у меня сейчас. То есть я сейчас делал, мне сразу пошел жар. Может быть легкое головокружение, а может быть пойдут какие-то образы и там какие-то цвета. В любом случае это будет такая резкая мощная очистка вашего ума. Ну критерий еще то, что нет мыслей после практики. Потом медитируйте и слушайте себя свои ощущения. Желательно после этой практики настроиться просто вниманием пройтись по нижнему донтянью и по среднему и по нижнему. То есть почувствовать как дела там обстоят. Также если нижние два включатся, то есть вы активируете третий, у вас включается еще нижних два. Это очень хорошо. Это говорит о том, что у вас есть связь и у вас достаточно хорошо работает энергетика. Вот в принципе и все. Дальше будет интереснее, поэтому делайте упражнения, слушайте себя. Субтитры создавал DimaTorzok